МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. На Самарскую область надвигается непогода. Синоптики прогнозируют сильный дождь со снегом. С 1 января повышение квалификации госслужащих будет проходить по-новому. Учебные программы составят, исходя из потребностей конкретного города или района. Для подвига все возрасты хороши в Самаре наградили ребят, которые спасли жизнь другим людям. Открыть собственный бизнес в Самаре стало проще. Теперь предприниматели могут получать все услуги быстро и комфортно в многофункциональном центре. Чтобы помнили, в сквере Кузнецова в поселке Управленческий после реконструкции торжественно открыли мемориал героям Великой Отечественной войны. На Самарскую область надвигается сильный дождь со снегом. Непогода захватит регион уже сегодня. Неблагоприятный прогноз сохраняется и на завтра. Спасатели предупредили, что количество осадков, которое может выпасть во второй половине пятницы и в ночь на субботу, ожидается впечатляющим. От 15 до 49 миллиметров. В переводе с метеорологического языка это означает, что воды на регион обрушится от 15 до 49 килограммов на квадратный метр. В МЧС предупреждают, что такие неблагоприятные метеоусловия могут спровоцировать ЧП, включая обрывы линий электропередач, падение деревьев и слабо закрепленных конструкций. Кроме того, ранее прогнозировалось, что выпавший снег будет активно налипать на провода и ветви. В связи с этим необходимо соблюдать осторожность. Сразу два комитета Совета Федерации приехали в Самару, чтобы обсудить внешнеэкономические связи региона. Такая практика, когда заседание посвящено одному региону впервые. Федералы отметили большие перспективы Самарской области. Подробнее расскажет Мария Левина. Выездное заседание сразу двух комитетов Совета Федерации, посвященное конкретному региону, проводится впервые. В Самару приехали члены комитета по международным делам и экономической политике. В центре внимания внешнеэкономические связи Самарской области. Региональное правительство уделяет большое внимание международному сотрудничеству в разных сферах. Во многом регион обязан этим связям к Чемпионату мира 2018. Тогда Самару посетили представители 140 государств. Сейчас работа с иностранными партнерами продолжается. В этом году наладили взаимодействие со Словенией. Это постоянная работа, которая приводит к успеху. Уже по итогам проведения дней Самарской области в Совете Федерации мы получили поддержку по крупнейшим объектам в таком международном сотрудничестве. Базовым является экономическая составляющая. Это и привлечение инвестиций в регион, это и экспорт продукции. Самарская область успешно занимается экспортом и делает значительный вклад в экономику страны, что открывает для региона новые перспективы развития международных связей. Основные партнеры – Китай, США, Германия, Казахстан и Турция. Председатель Комитета по экономической политике Совета Федерации Андрей Кутепов отметил участие региона в национальном проекте «Международная кооперация и экспорт». Самарская область именно относится к этому региону, который постоянно показывает рост. Мы должны равняться на такие высокомасштабные проекты, которые ставят, и задачи, которые ставят перед собой Самарская область, но и максимально поддерживать ее на федеральном уровне. Одна из региональных инициатив, разработанная совместно с Федеральным казначейством, система мониторинга показателей по нацпроектам. В перспективе такие наработки смогут лечь в основу создания федеральной системы мониторинга. Мария Ильевна, Григорий Плешаков, События. Губернатор Дмитрий Азаров выбран секретарем Самарского рекотделения «Единой России». Это решение было принято на конференции партии, которая прошла в Самарском университете. На месте работал Андрей Горгуленко, ему слово. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров официально возглавил Самарское региональное отделение партии «Единая Россия». Только что в эти минуты прошло голосование и объявили его итоги. 152 делегата на конференции партии проголосовали за из 152 возможных, то есть единогласно. Вторым кандидатом на эту должность был Юрий Шевцов, заместитель председателя Самарской губернской думы. На этом посту Дмитрий Азаров сменит Екатерину Кузьмичеву, которая сложила себя полномочия секретаря. Эти изменения связаны с инициативой дать руководящие посты в региональных отделениях партии «Единая Россия» губернаторам. Такую идею одобрил и председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, отметив, что партийные структуры тогда станут реальной опорой для руководителей регионов. Подобные изменения произойдут не только в Самарской области, но и еще в 12 регионах России. С нового года повышение квалификации государственных служащих будет проходить по-новому. Учебные программы будут составлять, исходя из потребностей конкретного города или района. Все эти перемены обсудили на заседании Ассоциации Совета муниципальных образований Самарской области. Слово Марии Левиной. С нового года муниципальных служащих ждут перемены. По новым правилам повышения квалификации городские и сельские власти должны будут сами определять, какие слабые стороны есть у их сотрудников, после чего и появится учебная программа. Сейчас же курс повышения квалификации единый для всех по государственной программе. Преподавать госслужащим будут не только местные эксперты, но и специалисты РАН. Кроме того, в качестве эксперимента наставником муниципального служащего станет государственный. Есть профессионалы. Профессионалы с государственного уровня должны делиться практиками на уровне муниципалитета. Тогда вот эта синергия позволит нам максимально эффективно развивать наш регион. Приобретенным опытом главы городов и районов будут делиться на заседаниях Национальной ассоциации развития местного самоуправления. Теперь ее членами стали 342 человека из другой ассоциации, которая называется Совет муниципальных образований Самарской области. Обе организации объединяют управленцев. Вопросами законодательства, стратегическими планами они занимаются ежедневно, а сейчас пришло время объединить усилия. Мы объединяем все это под одной эгидой и нам, возможно, будет все вместе легче конструктуально рассматривать наши вопросы. Когда они будут все стекаться в одно место, так или иначе. И наша ассоциация занимается развитием местного самоуправления, другие организации. А когда будет единый орган, где эти вопросы будут объединяться, где будут делиться лучшими практиками, где будет понимание исполнения национальных проектов, с какими проблемами мы сталкиваемся и как другие регионы их решают. Отнестись ответственнее к исполнению национальных проектов главам городов и районов дал задание губернатор Дмитрий Азаров. Единой региональной командой нам предстоит справиться с теми задачами, которые сегодня ставят перед нами жители Самарской области, президент страны. Эксперты считают, что изменения в подходе переаттестации госслужащих усовершенствуют их работу, что позволит эффективнее развивать область. Все новшества будут реализованы уже в следующем году. Проекты по новым программам переаттестации госслужащих должны утвердить до 15 декабря. Мария Левина, Григорий Плешаков, События. Подвиг можно совершить в любом возрасте. В Самаре наградили ребят, которые не остались в стороне и спасли жизни другим людям. Медали юным героям вручал губернатор Дмитрий Азаров. Сами ребята скромные и героями себя не считают. О подвигах детей расскажет наш корреспондент. 13-летний Антон Козырев этим летом с морского отдыха вернулся настоящим героем. В Лазаревском юноша спас 7-летнего тонущего ребенка, которого волнами унесло в море. Антон занимается плаванием, а потому, услышав крики о помощи, раздумывать не стал. Возвращался к какой-то девочке. Девочка это услышала, я это услышала и за ним броню воду. В воду, спасая человека, бросились и Виталий, Иван и Алексей из села Майское. Парни в октябре прошлого года во время рыбалки увидели, как женщина упала с моста в реку. Трое друзей не испугались ледяной воды и вытащили ее. Она еще говорила, типа, отпускайте, все, а я не могу, я там, ну мы, ну, как бы, давайте, давайте, там кричали, вот доставали, доставили. Юным героям вручили медаль из-за спасения человека. Почетную награду ребята получали из рук губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Вот так держать, чтобы с пути не свернуть. Сегодня вы пример уже для тысяч и тысяч своих сверстников и для многих людей, которые гораздо старше вас тоже. Это, конечно же, большая честь и высокая ответственность. Я рассчитываю на вас. На вас надеется вся наша страна. Вы и есть будущее России. Спасибо и поздравляю вас. Награждение детей, совершивших подвиги, часть всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои». Он проводится с 2014 года под гидой Совета Федерации. А в этом году поддерживается еще и войсками Насгвардии. За пять лет награду получили немало детей. У их подвигов разные истории, но у всех ребят большое храброе сердце и готовность прийти на помощь. Мария Левина, Андрей Горгуленко, Василий Калдашов. События. Большой балет на Волге. В Самаре прошел показ спектакля «Лебединое озеро». Посвященного военному параду 7 ноября 1941 года. На одной сцене выступили солисты Большого и артисты Самарского театра оперы и балета. О легендарном представлении в трех действиях смотрите в сюжете. На сцене воссоздана хореография довоенного времени. Балет «Лебединое озеро» стал первым полноценным спектаклем эвакуированного Большого театра на Куйбышевской сцене. Это был перенос московской постановки балетмейстера Александра Горского. Костюмы и декорации к столичному спектаклю были уничтожены во время бомбежки при эвакуации. Их пришлось заново создавать в Куйбышеве. Премьера состоялась в запасной столице 14 декабря 1941 года. Спектакль был показан 58 раз. Легендарный балет в трех действиях под хореографической редакцией главного балетмейстера Большого театра Юрия Бурлака посвящен 78-летию военного парада, прошедшего 7 ноября 1941 года в Куйбышеве. В знаковой постановке партию «Одетты» и «Королевы лебедей» исполняет прима-балерина Большого театра Юлия Степанова. В роли принца Зигфрида премьер Большого Денис Родькин. Времена были очень сложные. И, конечно же, когда смотришь на балет, на ту красоту, которая поставлена великими хореографами, то волей по неволе душа начинает по-другому себя чувствовать и радоваться. В чем-то есть такая символика в этом, что это редакция, которая шла еще... Это такая старомосковская редакция, поэтому, мне кажется, это очень важно. Во-первых, это память, во-вторых, это наша история. Поприветствовал гостей вечера глава региона Дмитрий Азаров. Среди зрителей спектакля заслуженные жители области, ветераны, почетные граждане, члены Совета Федерации и представители дипмиссий. Я очень рад, что есть возможность смотреть, как замечательный балет здесь, в Самаре. Я очень рад, что я участвовал в параде памятней. И это очень интересное и трогательное событие. Спектакль «Лебединое озеро» длился более трех часов. Андрей Горгуленко, Елена Малютина, Василий Колдашов. События. Обновленный мемориал, посвященный памяти погибших воинов в Великой Отечественной войне, открыли в поселке Управленческий. На митинг пришли старшие поколения молодежь, городские депутаты и представители администрации Красноглинского района. Историю памятника узнал Сергей Кизоркин. Мемориал воинам Великой Отечественной войны в поселке Управленческой создали на авиационном заводе. Идей было несколько, остановились на оригинальной. Мраморная стена с вехами войны и памятной надписью дополняет композицию 8-метровый стальной меч, увенчанный Георгиевской лентой. Символ капитуляции фашистской Германии. Мемориал открыли 9 мая, в 30-ю годовщину Великой Победы. Чем он важен для нас? Ведь у нас были такие, ну, приоритеты, что ли. Принимали в комсомол, провожали солдат, наших заводчан в армию. После заключения браков молодежь приходила сюда и возлагала цветы. И не важно, сколько она положит, важно один цветок, чтобы сказать о памяти. Понимаете, что ты помнишь этих людей, что столько они сделали. За 45 лет мемориал обветшал, восстановили его по программе губернатора содействия при поддержке бизнеса и Совета ветеранов. Специально к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Это события для поселка управленческий, для Красноглинского района, очень значимые. Это место проведения всех торжественных мероприятий, связанных с празднованием Днем Воинской Славы 23 февраля, ну и, конечно, великого праздника Победы. С авиационного завода в поселке Управленческий на фронт ушло около 600 рабочих. 30 остались на полях сражений. Их подвиг никогда не будет забыт, уверены участники патриотических молодежных клубов. А мемориал будет постоянно напоминать об этом. Это, в первую очередь, память о погибших на войне. Мы должны помнить о том, какие ужасы происходят на войне, и мы должны всеми способами их избегать. Участники митинга почтили память героев войны минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. Отечество «Достойные сыны» в Самаре подвели итоги конкурсного смотра кадетских и юноармейских парадных расчетов, которые маршировали по площади Куйбышева на параде памяти. Лучшим из 18 отрядов вручили памятные знаки и грамоты. Для всех в подарок выступил Василий Лановой. Школьников-победителей поздравил Андрей Горгуленко. Памятный знак «Юный защитник Отечества» получили ученики Московской школы номер 1861. Их парадный расчет стал лучшим среди других кадетских и юноармейских отрядов, маршировавших по площади Куйбышева на параде памяти. Школьники рассказывают, что секрет успеха в сплоченности, единстве и усердной работе. К параду готовились несколько месяцев, отрабатывая синхронность шага и звонкость песни. Это больше наше усердство, наши, наверное, способности. Мы уделяем этому огромное внимание. Это большая честь и гордость для нашего города, нашей школы, наших ребят. Всего в конкурсном смотре парадных расчетов принимали участие 18 кадетских и юноармейских отрядов из 15 регионов России. Оценивали ребят генералы российской армии. Второе место у Оренбургской кадетской школы-интернат имени Неплюева. Третье место поделили расчеты Самарской школы номер 170 и Казанской кадетской школы-интернат имени Героя Советского Союза Кузнецова. И сегодняшнее событие, в котором мы вместе с вами участвовали, и я имел честь с вами участвовать, честь каждому здесь присутствующему, навсегда осталось в вашей жизни. Спасибо. Мне пообещали дать с этого парада флешку, что я в Москве, когда буду выступать перед молодежью, я обязательно покажу, как вы проходили, как вы старались. Старались во имя того, чтобы сохранить ту великую память о тех, кто в далеком 41-м 7 ноября прям с парада уходили на фронт. После награждения для ребят выступил Василий Лановой, народный артист СССР, любимый многими за роли в фильмах Павел Корчагин и офицеры. Актер представил свой моноспектакль, рассказывал о своей семье, о войне, об акции «Бессмертный полк» и, конечно, о закулисе театра и кино. Я говорю, какой эпизод? У меня уже Корчагин, у меня уже крупная роль. Какой эпизод вообще? Он говорит, Вася, дурак ты! Иногда маленькая роль переживет любую большую. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События. 10 ноября российские стражи правопорядка будут отмечать профессиональный праздник. История правоохранительных органов в России насчитывает около 400 лет. В 1715 году Петр I учредил в Санкт-Петербурге главную полицию. Собственный же праздник у силовиков появился значительно позже. В 1962 году указом Президиума Верховного Совета СССР был учрежден День советской милиции, который сейчас официально называется Днем сотрудников органов внутренних дел, а в народе Днем полиции. В преддверии праздника в Самарском театре оперы и балета прошел концерт. Лучшим сотрудником областного полицейского главка сегодня вручал награды губернатор Самарской области. В своей поздравительной речи Дмитрий Азаров отметил, что впереди предстоит еще много совместной работы. В каждой сфере мы вместе сегодня понимаем, что должны сделать для того, чтобы люди на территории Самарской области чувствовали себя в безопасности, для того, чтобы они, будучи своих детей, внуков и правнуков, также планировали и связывали с нашей Самарской землей. Ваш вклад в эту работу огромен. Я благодарю вас за службу. Далее коротко о других событиях дня. Стали известно подробности задержания высокопоставленного налоговика в Самаре. 39-летний Виталий Арефьев, он исполнял обязанности начальника отдела досудебного регулирования налоговых споров 2-го отделения ФНС по Самарской области, пытался получить 600 тысяч рублей, сообщают правоохранительные органы. Эти деньги он якобы потребовал от представителей коммерческой структуры за незаконную перерегистрацию фирмы из одного региона в другой. Теперь силовики решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Задержание проводили сотрудники ФСБ. В Самаре изменятся маршруты пяти трамваев. Это связано со строительством поворота трамвайной линии. Движение по Ташкентской на участке от Барбошиной поляны до 15-го микрорайона закроется вечера пятницы, 8 ноября, до 11 ноября. Трамваи будут перевозить пассажиров по временной схеме следующим образом. 22-й маршрут от Барбошиной поляны до Красноармейской, 24-й от Костромского переулка до 15-го микрорайона, 25-й от БТЭЦ до 15-го микрорайона, 11-й от Барбошиной поляны до автостанции «Аврора», 12-й от Барбошиной поляны до «Юнгородка». Почти 8 тысяч самарцев заболели ОРВИ за неделю. Пока это ниже эпидемического порога. Причем 3,5 тысяч пациентов – это жители Самары. Результатом лабораторного мониторинга специалист отмечает циркуляцию вирусов негриппозной этиологии. Между тем в регионе продолжается прививочная кампания против гриппа. По информации ведомства, вакцинация должна проводиться за 2-3 недели до начала роста заболеваемости. И сейчас самое подходящее время, чтобы сделать прививку. В Самаре кондитерскую закрыли на 90 суток. Там нашли нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Во время проверки в заведении выяснилось, что там не проводился вовремя косметический ремонт. Есть множество дефектов на потолке, стенах и на польном покрытии. Кондитерская располагается в Кировском районе. В Самаре выделят деньги на планетарии. Изменения в городской бюджет уже внесены. По замыслу авторов проекта, он будет не только экспозиционным центром, но и местом для проведения различных образовательных программ по астрономии для 300 учреждений региона. Пока точная дата строительства объекта неизвестна. Открыть свой бизнес в Самаре стало еще проще. Теперь предприниматели могут получить все необходимые услуги быстро и комфортно в многофункциональном центре. О новой программе «Бизнес под ключ» расскажет наш корреспондент Анатолий Главко. Виталий пришел в МФЦ, чтобы зарегистрировать свой бизнес. Он уже давно мечтает заняться грузоперевозками. Мужчина уверен, сотрудники многофункционального центра именно те люди, которые могут оказать грамотную и высококвалифицированную помощь. МФЦ уже работает давно, мы знаем это, пользовались уже неоднократно по всем услугам. Я думаю, на сегодняшний момент здесь как раз-таки это сделать удобнее всего. Представлением комплексной услуги «Бизнес под ключ» сотрудники МФЦ на Московском шоссе начали заниматься в сентябре. Пока в тестовом режиме. Начиная с декабря ее будут внедрять во всех многофункциональных центрах Самары. У нас такая организованная услуга «Бизнес под ключ». Ну, соответственно, там есть такие мероприятия, как регистрация предприятия, это то, что налоговая служба предоставляет. И, соответственно, при регистрации предприятия, любой формы собственности, если вы идете в МФЦ, то эта вам услуга получается бесплатно. Почему? Потому что наши сотрудники переводят в электронный вид все документы, необходимые для регистрации предприятия. Кроме того, предприниматели могут получить помощь при оформлении и подготовке документов, открыть счет в крупных банках и даже снять офис. Опытные специалисты помогут решить проблемы грамотно и максимально в короткие сроки. Бизнесменам не придется проводить много времени в МФЦ, ведь в каждом из отделений для них работают специальные окна, в которые можно попасть без очереди. Продукт абсолютно уникальный. Он, безусловно, будет полезен и востребован для тех, кто только желает открыть свой бизнес. Но не менее он будет интересен для тех, кто уже находится в бизнесе, кто выбрал эту частью своей жизни и профессии. По словам руководителя профильного департамента, эту программу будут внедрять не только в МФЦ. В середине декабря в бизнес-инкубаторе откроет центр «Мой бизнес». Там будут предоставлять услуги будущим и действующим предпринимателям. Их будут консультировать опытные специалисты. Анатолий Головко, Николай Епифанов, События. Самара будет болеть боксом целую неделю, с 9 по 16 ноября. В МТЛ-арене пройдет чемпионат России. Сборные регионов, а это почти 400 спортсменов, приехали разыграть путевки на Олимпийские игры. Когда можно будет увидеть открытие и закрытие турнира, а также предварительные и финальные бои, расскажет Сергей Кизоркин. В субботу в Самаре стартует чемпионат страны по боксу среди мужчин. Соревнования пройдут в 10 весовых категориях. Чемпионы попадут в национальную команду на квалификационный турнир к Олимпийским играм 2020 года в японском Токио. Спортсмены будут бороться за путевки весной в Лондоне. Самара для проведения чемпионата страны по боксу выбрана не случайно. Федерация бокса России уже третий год проводит конкурс. В этом году было 15 регионов претендентов. 63-й представил лучшую презентацию. Принимать гостей, принимать спортсменов столь высокого уровня, когда, как вы сказали, ставки столь велики, конечно, надо обеспечить максимально комфортные условия пребывания, предсоревновательные тренировки, выступления, этапы восстановления перед следующими боями, кто дальше проходит. Конечно, это тоже очень ответственная работа. В целом она проделана. В Самару приедут действующие чемпионы мира, представители сборной России, но участвовать в турнире не будут. Они, как и приглашенные ветераны бокса, проедут по разным городам и селам области с мастер-классами и семинарами. Организаторы уверяют, в МТЛ-арене будет на кого посмотреть. Молодежь будет доказывать, что они достойные места в национальной сборной. К тому же на кону призовой фонд. Чемпионы получат по полмиллиона рублей, серебряные призеры по 300 и обладатели бронзовых медалей по 100 тысяч. Поединки будут проходить ежедневно в две смены. Первая с полудня, вторая с пяти часов вечера. Самая трудная задача будет, наверное, сидящих людей слева, потому что главный тренер, который будет отвечать за состав сборной, и, конечно, правильное и объективное судейство под контролем наших олимпийских чемпионов, которые будут объективно смотреть, потому что вид спорта бокс субъективный, и вы сами знаете, часто бывает так сомнительно со стороны зала, как мы зрители смотрим, тот или иной победил. Шоу-открытие чемпионата пройдет в субботу в пять вечера. Вход в МТЛ-арену свободный в том числе и на бои, кроме финальных поединков. Церемония закрытия и финалы состоятся 16 ноября, тоже в субботу и тоже в 17.00. Но придется купить билеты или достать пригласительные. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и отличных выходных. Редактор субтитров А.Семкин